всем привет с вами снова алина и сегодня мы с вами поговорим о самых странных и необычных трендах которые нам предлагается носить приближающемся сезоне на моем канале уже было видео про основные тренды весны но сегодня мы поговорим о самых эпатажных и самых необычных из них и если вы до сих пор не думаете что мода сходит с ума то досмотрите это видео до конца и давайте разберем самые дикие непонятные тренды весны и как же их предлагается носить первым и определенно одним из самых эпатажных трендов этого сезона являются тарам сумки авоськи как бы это дико и странно не звучало но да именно сумки авоськи я сейчас ничего не путаю и если у вашей бабушки завалялось подобное то у вас есть все шансы быть первой модницей на районе понятное дело что носить свои повседневные вещи в такой сумке если можно так сказать не представляется возможным нам предлагают носить сумки авоськи предварительно положив них наши обычные то есть такой вариант сумка в сумке и как будто бы ты только что вышла с рынка где-то 80 на мой взгляд подобные модные извращения вполне закономерные потому что мода должна постоянно нас чем-то удивлять предлагать новое либо как в этом варианте хорошо забытое старое и подавать все это под соусом какого-то стиля лично я вряд ли представляю себя с подобным вариантом я не настолько фэшниста и подобную моду я наверное оставлю для каких-то стрит-модников и для более эпатажных людей короче не для меня подобная ностальгия вторым определенно странным сумочным трендом являются так называемые сумки пакеты и они в принципе недалеко ушли от авосик вариации подобных сумок могут быть самыми различными это может быть и имитация легендарных сумок челноков из 90-х также это может быть имитация полиэтиленовых пакетов и какие-то пластиковые варианты причем модников абсолютно не смущает тот факт что в таком случае все содержимое их сумок будет видно на этом в принципе и делается акцент лично в моих сумках все время творится такой беспорядок что если бы я носила подобный вариант то кто-нибудь мог бы перепутать это с мусорным пакетом и просто его выкинуть но если в ваших сумках все фотогенично красиво и вы не стесняетесь своего содержимого то возможно подобные варианты вам и понравятся хотя на мой взгляд это все-таки вариант для более дерзких и каких-то чересчур модных девушек и да кстати как я уже говорила ранее если у вас где-то завалялась сумка челнок из 90-х то можете доставать ее и быть самой модной третьим определенно странным но при этом безумно популярным трендом являются сумки на пояс я уже говорила о них в одном из своих видео и многие также их называют сумки кондуктора уже практически все модницы мира переносили подобные сумки надевали их на платье на пальто и наконец-таки подобные сумки добрались и до масс-маркета причем сейчас особенно актуальными будут не какие-то варианты которые предлагал например gucci и которые имитировали многие бренды в масс-маркете сейчас более актуальными являются варианты таких голографических сумок кондуктора дат Знаете, такой кондуктор из будущего Металлик, голографик, мало того, что сумка на поясе уже что-то из ряда вон выходящее Так нам предлагается и еще максимально ее выделить, сделать более эпатажной и максимально оригинальной Причем, по мнению многих стилистов, подобный тренд очень быстро уйдет в прошлое И я не вижу смысла переплачивать за него и покупать какие-то супер дорогие трендовые сумки подобного варианта Если уж вы так сильно хотите иметь в своем гардеробе подобную трендовую вещь То можете заказать ее, например, на том же Алиэкспресс И вернуть часть денег, потраченных на покупку с помощью кэшбэк-сервиса Мегабонус Я уже говорила, что это мой любимый кэшбэк-сервис У меня установлено расширение, у меня в телефоне есть приложение Оно суперудобное, можно отслеживать посылки, проверять надежность продавца, что очень актуально при покупках на Алиэкспресс Кроме того, этот сервис работает по всему миру В нем представлено более 500 магазинов Я не встречала еще ни один, по-моему, магазин, в котором не работал бы Мегабонус И сейчас во многих магазинах также есть промокоды и купоны И с помощью них можно получить еще большую скидку И, кстати, не зря я заговорила про Алиэкспресс Дело в том, что в конце марта стартует грандиозная распродажа, которая посвящена дню рождения сайта И всех пользователей ждут скидки до 80% Но самое крутое, что с помощью Мегабонус можно будет вернуть до 10% от стоимости вашей покупки И таким образом вы сэкономите дважды То есть получите скидку на этой распродаже и вернете деньги с помощью кэшбэк-сервиса Ссылку на Мегабонус я оставлю в описании Так что вы уже можете присматривать какие-то классные трендовые штучки на Алиэкспресс Чтобы сэкономить дважды Еще одним трендом, о котором я уже говорила ранее, является так называемая логотипомания То есть логотипы повсюду, на сумках, даже на обуви, не говоря уже об одежде Причем, чем крупнее видно название бренда, тем лучше ваша вещь должна просто кричать о том, кто ее производитель И если долгое время это считалось чем-то безвкусным, то сейчас предлагается смешивать кричащие вещи, например, в одном образе То есть у вас может быть какая-то кричащая футболка, при этом может быть кричащая сумка и какие-то даже увешанные логотипами брюки Короче, в этом сезоне правило, чем больше брендов, тем лучше Причем не обязательно, чтобы это были какие-то лакшери бренды, там Gucci, Louis Vuitton и тому подобное Нет, это могут быть бренды также из масс-маркета Главное, чтобы были логотипы и было много надписей Так что, если вы просто обвесите себя с ног до головы какими-то логотипами Вы не будете казаться какой-то городской сумасшедшей Вы можете считаться каким-то стрит-стайл-модником И говорить всем, что вы просто в тренде Что же я все о сумках и о сумках Давайте перейдем к обуви И первым, определенно, на мой взгляд, странным трендом являются так называемые диоровские туфли То есть, это брендированные туфли на каблуке-рюмочке И самая большая фишечка заключается именно в этом каблуке Дело в том, что он настолько маленький, что непонятно, зачем вообще было его использовать Потому что, на мой взгляд, в сочетании с острым носом А это обувь именно с острым носом Подобная высота каблука вообще не украшает ни одну ногу Делает ее непонятных размеров и непонятной формы Но при этом подобная обувь считается супертрендовой И настоящим святым граалем среди модниц По ряду причин, связанных с историей модного дома Dior Многие эксперты считают, что подобная обувь стала чуть ли не революционной И знаковой для нашего поколения Возможно, это действительно так и есть Но, на мой взгляд, подобная обувь все равно никак не украсит вашу ногу Но если вы хотите просто быть в тренде То, пожалуйста, можете попробовать надеть подобную модель И, конечно, такую модель выпускает не только модный дом Dior Очень многие фирмы масс-маркета уже подхватили эту идею И продают подобные модели у себя Так что необязательно отваливать 730 долларов Чтобы обзавестись подобной модной обувью Достаточно просто, например, заказать их с того же Asos Еще одним, несомненно, эпатажным обувным трендом Является так называемая пластиковая обувь Либо обувь, которая имеет подобные вставки Вообще, я называю подобную обувь ходячей сауной Потому что избежать парникового эффекта невозможно Еще несколько сезонов назад одной из первых знаменитостей Которая ввела моду на подобную обувь была Ким Кардашьян И она носила свои легендарные пластиковые ботфорты В которых было видно, что ее ноги все-таки припотевают Сейчас дизайнеры стали более гуманными И предлагают носить не полностью пластиковую обувь А, как я уже говорила, только какие-то вставки Но, поверьте, от этого парниковый эффект не становится меньше Но если вы не боитесь подобного факта То, пожалуйста, экспериментируйте Опять же, подобная обувь есть и в масс-маркете Мода, как я уже говорила, бессмысленна и беспощадна Ну и, конечно, трендом весны, который меня искренне поразил Является обувь с мехом Но, знаете, это не какие-то меховые вставочки снаружи Нет, это та обувь, которая выглядит так Как будто бы вы просто раздавили хомячка И пошли дальше Причем раздавили не одного хомячка, а двух И с помощью обеих ног Жарко это весной, не жарко Можно на это не обращать внимания Потому что, как мы все с вами поняли, моде на это глубоко плевать Другой вопрос, что эстетика здесь весьма сомнительная Хотя, боже мой, чему я удивляюсь после легендарных тапочек Гуччи Это было просто супер феерично Я думаю, что носить на своих ногах трупы морских свинок смогут только какие-то отъявленные модницы Потому что для обычной повседневной жизни это будет выглядеть, ну, очень эпатажно И, в принципе, это и были основные самые странные тренды этого сезона О которых я хотела рассказать вам сегодня Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему большой палец вверх Мне будет очень приятно И я буду видеть, что подобные видео вам нравятся Ну, а если оно вам не понравилось, не поленитесь поставить дизлайк Так я буду видеть, что подобные ролики вам не заходят А я всегда обращаю внимание на вашу реакцию Также не забывайте подписываться на мой инстаграм Я обновляю его практически каждый день И стараюсь там оперативно отвечать на какие-то ваши вопросы, комментарии То есть оставаться с вами на связи Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на мой канал И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео Ну, а с вами была Алина Увидимся в следующем ролике Пока! Субтитры сделал DimaTorzok